Я тут вам начнула снимать видео про то, что у меня завтра планируют приехать родители, показывала вам мой бардак, неужели язык не ворочивается, и потом я разговорилась на 20 минут, и, естественно, это видео у меня пойдёт в отдельное видео, и решила, короче, где у меня мозг, девчонки, наверное, он мне уже спать хочет, она отдыхает, к их приезду захотела сделать компот какой-нибудь, нашла подвявший такой апельсин у себя, изрядно причём подвявший в шкафу, он такой мягкий был, внутри практически уже нету сока, но для компота он пойдёт, остались у меня грушка немножко порезала её, в морозилке нашла ягоды какие-то, ежемалина, что ли, по-моему, так что у нас будет завтра компотик, да, и добавила вот такую приправу клинтвейну или пуншу, если апельсин меня не подведёт, он не будет горьким, должно получиться просто шикарнейший, наивкуснейший, компотик. Так, йога закончилась моя, и еду я сейчас заберу заказ, мне там должны прийти, блин, даже замаскировать нечем, ну ладно, выйду к вам такая, значит, надо заехать, там мне пришла рыбка, чихонь, и ещё хочу чему-нибудь вкусненького купить, у меня уже родители приехали, попросила их, чтобы они там достали креветки, разморозили, я сейчас приеду, будем вкусненькое хомячить с ними. Немножко вам, Энгельс, и покажу осеннего уже листва, почти вся облетела, скоро будет 1 ноября, за заказом, за своим иду, надо забрать рыбку, и он. Вон то серое, не здание, а дверь, серую дверь надо. Забрала рыбку, чихонь, вы не представляете, как она пахнет, это просто какой-то космос, то ли я есть хочу, то ли выглядит она, конечно, непрезентабельна, и я теперь думаю, куда её положить, потому что она пахнет, я не хочу, чтобы потом у меня всё провонялось. Вот так провоняется всё в машине. Вот так вот я её положу, блядан, ещё и жирный пакет, жирный. Надо было им получше упаковать. Ой, а фу. Часто в Ингельсе вижу белых голубей, разноцветных. Может быть, кто-то в частном доме держит? У нас дядька раньше, а дитя Асу, умер, он у нас держал голубей. Вот я сейчас иду вот в кондитерскую, там мармелад есть, отделчик в Жигулях со вкусными пироженками. Так, вот я заехала, значит, взяла пироженки, три пироженки, ну, я их такие пробовала, это фисташковое, вот это вот торео, ни разу чизкейк мы не брали, и красный бархат. Кстати, кто в Ингельсе живёт, подскажите, может быть, знаете точки, где вкусные пироженки, кроме яблоньки и мармелада ещё продаются? В Онегине мне не понравилось. Вот, может быть, есть ещё какие-нибудь кафешки со вкусными пироженами. Помимо чихони я ещё забрала вот такую вот зефирку. Там вот Марина, которая занимается красной икрой, она ещё и вот привозит белёвский зефир. Он там должен быть без всяких сахар, пюре, яблочное, патока, пектин, вулок, молочная кислота, ароматизаторы и красители. Ну, ладно, опять же думала, что без ароматизаторов будет вообще. Вот, мамулька у меня там готовит... Ты самое главное не видели. Нифига себе! Она вот зелёная, а красная. Я вчера тоже не стала ложить зелёную, а попробовала, она сладкая-присладкая такая. Может, просто попалась. Классно. Представляете, у них до сих пор ещё растёт клубника. Это зимний сорт клубники. Ну, много раз. Мам здесь делает салатка с капустой, там майонезико можно, кстати. Да, дай. Котлеточки я привезла. Тут у нас размораживаются креветки. Я ей позвонила, чтобы она... А ты их в воду, что ли, опускала? Нет. Нет, они так просто сами по себе разморозились. Сверху, что ли. Это вечерком мы, наверное, похомячим. Сейчас поедим. И что тут, мам? Там картошка толчённая. Здесь картошечка, которую я почистила вчера. И уха. А уха из чего, мам? Из петуха. А ты достала там, что ли, у меня, дай? Нашла где-то. Запасы. Старые. А тут не разварилось, мам? Ничего, я смотрю. Что-то макароны ты заповала. А что-то не рис, в уху лучше рис класть. Не знаю, где выключить. Вот большую кастрюлю. Я ещё мам кучу готовить. Да, смотрите, она мне принесла, привезла вот такие вот новые появились. Риттерспорт. Шоколадки. Рождественское печенье. Ну, имбирное должно быть. И миндаль в карамели. Две новеньких. Так что имейте в виду. Пихтовое масло тоже у неё попросила, потому что здесь проблема его купить. Илю Голина взяла мне для горла, потому что у меня заболевание. Ну, обычно вот я болеть начинаю с горла. Не знаю, зачем она мне привозить. Взяла-привезла. Ну, привезла-привезла, я рада. А там, это, поспел маманго, ты в курсе? Манго поспел. Так что у нас сегодня будет пир на весь мир. Я кушать хочу. Сейчас ухи поедим. Это нальём, да, маман, пеново нальём. Вот, и Капитош дождался. Наконец-таки. Это, Настюш, котлетки. Майси, ты ты боишься, кейса. Нет, она подойдёт, скорее всего. Смотрите, у нас очень классный в светофоре швабры. У нас очень классный. Ну, короче, в светофоре у них. В светофоре очень хорошие швабры продавались. Вот я покупала швабру год назад, и она до сих пор у меня в рабочем состоянии. Кто меня давно смотрит, и кто смотрел это видео, брала там швабры. Но у неё вышла из строя вот эта вот насадка. Ну, не насадка, а вот эта вот штучка, которая одевается. Тряпочная штучка. То есть она уже такая вся плохая. Я поехала в наш светофор в Энгельске, и они говорят, что... Причём швабра стоит 150 рублей. Таких цен как бы нету нигде сейчас. Даже и фикс прайса нету. И я спросила там у продавщицы. Она говорит, что у них уже эти швабры не продаются, и давно их не привозили. Я попросила у мамы, чтобы она купила мне швабру в Жирновске. И мама кровью, ну, купила. Ну, типа того, да. Но она немножко другая. То есть это вот такая вот, да, была раньше в светофоре. Брала её за 156 рублей или 152. Мамка взяла вот такую вот швабру. Такая вот швабра. Она немножко другая. Если вот эта вот выдвигается, вот эта вот выдвигается, эта не выдвигается. И у неё немножко другая насадка, я смотрю. Ну, вот эта вот не насадка, а... Муж, ты чё сыпишь, Зой? Зой, ты чё сыпишь? Ты за ней не боишься свабры у меня? Никогда не боялся. Ты чё сыпишь? Чё, тебе не нравится столь? Много суммы, скажи. Много суммы и много свабры. Целых две. Была одна, стало две. У неё другая была тряпочка, верхушечка. А мужа такая же, просто она, наверное, эта, мам, плохая уже стала. Нет, две раза на углу, значит. Нет, мам, по ширине нет. А вот она другая. Я, конечно, извиняюсь, ну, вот так вот выглядит. У неё ворсинки, что ли, подлиннее? Да, ворсинки у неё подлиннее. Короче, не в этом дело. Дело в том, что швабра неубиваемая. Её уже год. И достаточно, наверное, будет сменить только тряпочку где-нибудь найти. Кстати, где продаются, девчонки, кто знает. Папа, ты снимай её, наверное. И заодно проверим. Чё, чё, Маська? Ты с тёти? С тёти не нравится? Не нравится? Ну, дай. До палок здесь. Насточили, скажи. Тут притащили непонятно чё, скажи. Притащили, скажи. Куда её вот выложить? Он боится, что его гонять будут. Он ничего, когда я мою, он не шпит. То же самое. Да то же самое она. То же самое. Ну, ты одень, попробуй. На твою? Да, мой. То же самое. Один, два. Только просто покупать надо эти тряпки где-нибудь, да и всё. Вот это потолще, по-моему, чем твоя. Может, я когда покупала, она тоже была такая же. Всё. Всё. Хочешь на эту, одевай. Хочешь на эту. Ну, я ставлю на всякий случай две. Ей очень удобно мыть полы. Если у вас полы, например, как у меня, у меня нет нигде половиков, и везде ламинат, вообще идеально мыть. Такой швабры. Иногда я руками маленькие комнатки прохожу, но в основном мою всё шваброй. Такой швабры.